Всем привет! С вами Квартирный контроль, я Мария Федорова и мы продолжаем следить за динамикой работ на стройплощадках всего Московского региона. В этот раз мы летаем над жилым комплексом «Симбол» от компании «Донстрой», который возводится в юго-восточном округе Москвы в районе Лефортово, на территории бывшего завода «Серп и молот». Сразу скажу, что мы навещали «Симбол» в середине весны и если вы пропустили этот обзор, то перейдите по ссылке в описании к этому ролику и посмотрите полный репортаж. Ну а сейчас давайте посмотрим, как идут дела на стройплощадке, узнаем, что изменилось здесь за три месяца, ну и, конечно, посмотрим, как сегодня застройщик стимулирует своих потенциальных покупателей. Напомню, что ЖК «Симбол» – это проект комплексной застройки, состоящий из пяти кварталов и парковой зоны, которая зеленой лентой пройдет через весь комплекс. Весной на площадке мы увидели активное строительство двух кварталов «Свобода» и «Достоинство». Что из себя представляет каждый из них, а также основные характеристики домов и, кстати, еще и количество машин и мест в отдельном паркинге, вы можете увидеть на страничке этого жилого комплекса на нашем портале «Квартирный контроль». В апреле в квартале «Свобода» уже были отлиты коробки, велись фасадные работы и строители занимались установкой лифтов и окон. Было обещано, что уже к концу 2018 года эти дома будут сданы в эксплуатацию и в течение 2019-го пройдет заселение. По срокам за это время сдвигов не было. И обратите внимание, что не так давно стартовали продажи квартир в четвертом корпусе, чего, я знаю, ждали многие покупатели. Что мы видим на площадке «Квартала Свобода» в июле 2018-го? На корпусе 5 и 4 существенно продвинулись работы по облицовке. Второй корпус, как видно, весь утеплен и здесь также начались облицовочные работы. Третий. Также желтеет утеплитель. На первом корпусе облицована одна секция, по крайней мере, если смотреть на дом с юга. Сохраняет набранный темп и квартал достоинства. Мы с вами помним, что шестой корпус был построен значительно раньше остальных корпусов. И вот сейчас, как видно, уже пользуются гостевой стоянкой либо «Счастливые новоселы», либо их отделочные бригады. В апреле на корпусах 7, 8 и 9 еще велись монолитные работы. И на 8 и 9 корпусе даже не было еще стен. Сейчас корпуса отлиты уже полностью. Стены. Осталось выложить 4 этажа 9 корпуса. Фасадных работ пока не вижу. Что касается объектов инфраструктуры, то и по ним сроки остаются прежними. Первый садик и школа будут сданы вместе со второй очередью в 2021 году. Планировки квартир Вам будет удобно посмотреть на нашем портале «Квартирный контроль». Здесь мы собрали самые, на наш взгляд, интересные. Ну и, конечно, здесь же на сайте обратите внимание на раздел «Цены и их динамику». Добавлю, что машины места в подземном паркинге в июле 2018 года стоят от 1 млн 450 тыс. рублей. Стоимость кладовок, которые также размещаются на подземном уровне, от 130 тыс. рублей за квадратный метр. Способы сэкономить при покупке квартиры в июле мы, как всегда, подсказываем под разделом «Цены» на портале «Квартирный контроль». Подробности акции вы можете узнать, оставив заявку на звонок также на нашем сайте. Телефон указан в правом верхнем углу. Как будет развиваться этот проект, мы обязательно расскажем в наших следующих обзорах. Поэтому подписывайтесь на наш канал, следите за новостями на «Квартирном контроле» и вступайте в наши группы в социальных сетях. Задавайте вопросы, пишите комментарии, и мы обязательно их обсудим в наших следующих роликах. У меня на сегодня все. Как всегда, желаем вам правильного выбора. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин